На внеочередном 67-м заседании собрания депутатов присутствовало 20 депутатов, Алла Самойлова и 4 кандидата. На кресло главы администрации претендовали бывший военный Сергей Иванов, депутат Госсовета Чувашской Республики Владимир Михайлов, жилищный инспектор Чувашской Республики Олег Бирюков и первый заместитель главы администрации города Новочебоксарск Сергей Осипенко. Осипенко Сергей Петрович получил 8 голосов против, Бирюков Олег Борисович получил 8 голосов за Иванов. В ходе голосования конкурсной комиссии в составе 8 человек победителем стал Олег Бирюков. Работал в приборостроительном заводе, в Кирсовском заводе телефона и аппаратуры в Грятской области. Зам. начальника таможни, практически 10 лет. Далее 2 года свободной жизни, свободной предпринимательской школы публичной политики. 6 лет главы Калининского района и последние 9 месяцев, 8 месяцев, 9 еще нет. Значит, главный жилищный инспектор Чувашской Республики. Олег Бирюков родился в Латаре в 62-м году. Окончил Мариинский политехнический институт в 85-м. Волговецкую академию государственной службы в 99-м. Трудовую деятельность начал конструктором на Клинцовском заводе телефонной аппаратуры. Работал мастером сборочного цеха на Чебоксарском приборостроительном заводе. В течение 6 лет возглавлял администрацию Калининского района города Чебоксары. С января этого года до настоящего времени занимал должность главного государственного жилищного инспектора Чувашской Республики. Статура, на которой мы остановились, достойная. Мне лично импонирует в нем то, что первое, есть богатый опыт за плечами. 6 лет работы в Калининском районе это первое. Второе, глава администрации уже сегодня назначена. Понимает те задачи, которые сегодня стоят перед городом. Решающую роль в выборе главы города сыграло то, что Олег Беряков оказался единственным кандидатом, кто обладает богатым опытом работы на руководящих постах в органах местного самоуправления. Мы сделаем так, чтобы население города Чебоксарского почувствовало, что здесь есть власть, что власть решает многие вопросы, которые связаны с благоустройством, жизнеобеспечением, в общем-то, всем, чем сейчас живут здесь наши жители. Кроме того, комиссия посчитала, что его опыт работы в качестве главного жилищного инспектора Чувашии также важен, поскольку в Новочебоксарске одна из острейших проблем – жилищно-коммунальное хозяйство. В качестве главы администрации Новочебоксарска Олег Беряков уже 9 октября в рамках форума «Россия и спортивная держава» встречал президента России Владимира Путина. Вот не зря Новочебоксарск был выбран местом проведения форума «Россия и спортивная держава». И я думаю, что вот это уже показатель силы и мощи города Новочебоксарска. И старт главы администрации вот именно в этот день, я думаю, что у нас еще один большой, мощный толчок Новочебоксарска как великому, как кучму и очень перспективному городу. Напомним, Олег Беряков сменил Александра Сироткина, проработавшего в должности главы администрации Новочебоксарска более трех лет. Нелли Светлова, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.